Голкипер хотел потянуть время и отправился с мячом в угол вратарской зоны. Когда на него двинулся форвард, он сделал ложный замах, на который, к его несчастью, нападающий не повелся. Он легко перехватил мяч у вратаря и закатил снаряд в пустые ворота. На последних минутах матча защитник Челси Жозе Басингва зачем-то ударил игрока Ливерпуля Йоси Бенаюна. После инцидента ни судья, ни футбольная ассоциация Англии не стала наказывать футболиста, и он, в свою очередь, принес извинения. Игрок Оклахома Сити Тандер Рассел Уэстбург немного забылся на поле и, прежде чем начать ведение мяча, совершил по баскетбольным меркам полноценную прогулку. Защитник Кливленд Кевельерс Джей Арр Смит при равном счете за пять секунд до сирены мог предоставить своей команде отличную возможность вырвать победу. Однако, подобрав мяч, он, видимо, что-то перепутав, побежал к центру площадки. На заключительном повороте дистанции в 5000 метров эфиопский бегун Йомиф Кеджельча споткнулся и потянул за собой своего соотечественника Селимона Борегу. В итоге первый упал и был дисквалифицирован соревнований. Первый в том забеге стал Абади Хадис, изначально шедший на третьи позиции. Говорят, когда человечество заселит Марс, польские волейболисты до сих пор не смогут определиться, кто из них примет мяч. За доли секунды до конца матча при счете 81-79 один из игроков решил уравнять шансы и после промаха со штрафного забросил мяч в свое кольцо. На команду надейся, а сам не плашай. Итальянский волейболист проявил инициативу на прием мяча, но очень быстро от нее отказался. Дидье Драгба Та, выступая за канадский клуб Монреаль, в конце матча против Коламбус Крю схватил за ногу голкипера Стива Кларка и долго ее не отпускал. В сети данный эпизод быстро завирусился и пользователи не смогли обойти его стороной. Французская теннисистка Ализа Корне на турнире BNP 2019 надела не самое подходящее платье. Возможно, спортсменка пожалела, что надела именно его. Чем дольше смотришь футбол, тем больше понимаешь, что во многих спортсменах умирает актерский талант. Одного легкого прикосновения было достаточно, чтобы он начал корчиться от нетерпимой боли. Правда, с опозданием. Главный тренер Аббокс Форд Хит, Джим Плейфейер, яростно отреагировал на удаление своего воспитанника до конца матча. Объяснение судьи его разозлило еще больше, после чего мужчина сорвал с себя пиджак и сломал две клюшки. Бразильский мотогонщик Андреа Вериссимо упустил победу на последнем этапе гонки. Победно вскинув руки вверх, спортсмен решил заранее отпраздновать победу, однако, когда он обернулся, двое преследователей обогнали его на финишной прямой. В четвертом английском футбольном дивизионе голкипер команды Нотс Каунти Рой Кэррол совершил грубейшую ошибку, запустив мяч в спину Бена Уильямсона, после чего снаряд угодил в ворота недоумевающего вратаря. Швейцарский теннисист Станислас Вавринко в полуфинале Кубка Роджерса против Кэйя Нисикори продемонстрировал промах, каких еще надо поискать. Это было настолько плохо, что сам теннисист спрятал свое лицо футболкой. В товарищеском матче сборная Австрии не без проблем победила сборную Мальты. На 87-й минуте Давид Алаба оформил автогол, не заметив, что голкипер отошел в сторону. В Коста-Риканской футбольной лиге матч между Аллахуэ Лэнсой и Депортиво Саприса завершился скандалом. Футболист Хонатан Макдональда за фол на нем сорвался и бросил бутсу в сторону своего обидчика. Австралийский теннисист Ник Кирьез известен как эмоциональный игрок. На турнире Вашингтона не обошлось без его выходки. Проиграв розыгрыш, Кирьез трижды бросил ракетку, а ее остатки отдал юному зрителю. Несмотря на то, что команда голкипера Майкла Роше выиграла со счетом 6-1, этот матч запомнился не из-за разгромной победы, а благодаря одному из самых нелепых автоголов в истории, причем практически с нулевого угла. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С нами интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok